Сегодня день победы. Что значит этот праздник для барнаульцев? 9 мая самый лучший праздник на земле. 14 мая у православных радуйница. Крайво столицы готовятся к родительскому дню. Всем желающим посетителям кладбища будут бесплатно выдаваться мешки для сбора мусора и обеспечиваться хозы-минвентарем. Это лопаты, грабли. Ей всего 17. Бурнаульская дзюдоистка выиграла Кубок Европы среди соперниц гораздо старше себя. Добрый вечер. В студии Татьяна Голубева. Итоги короткой рабочей недели. Мы сегодня вновь подведем вместе с гостем. Пришел к нам в День Победы Борис Павлович Гусев, председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Здравствуйте, Борис Павлович. Здравствуйте. Я вас, конечно же, прежде всего поздравляю с Днем Победы. Но хотела бы отступить от наших традиций и задать вам нетрадиционный вопрос, потому что поздравляю вас сегодня еще и с Днем Рождения. Потому что знаю, что у вас и 9 мая день рождения, даже и юбилей. Спасибо. И в связи с этим хотела бы спросить, вот в каком возрасте, может быть, вы помните, у вас появилось или не появилось ощущение гордости за то, что вы родились именно в День Победы? Это было 9 мая 1945 года. В этот день мы все были переполнены горлостью за нашу страну, за Великую Победу. И в этот год мне дважды отметили День Рождения. Как так получилось? Дело в том, что не принято заранее отмечать. Но мама очень беспокоилась, поскольку все работали, и решила в воскресенье отметить. А в воскресенье было 6 мая. А 9 мая, когда праздновала вся страна, меня снова поздравляли с Днем Рождения. А это вам сколько было лет тогда? Мне было 12 лет. Ой, вы уже такой взрослый достаточно были, все осознавали. И как вы ощущения свои помните, когда случился День Победы? Да, конечно помню. Во-первых, я очень хорошо помню, что мы уже 8 числа ждали каких-то сообщений. Я знаю, что на проходной нашего завода было закрыто что-то полотном, так сказать, и не показывали. И мы все ждали, когда же откроют, что там будет. А 9 мая, когда объявили, это было открыто. Конечно, это была великая радость. Это большая радость была для нас. Спасибо вам большое. А сейчас мы все-таки перейдем к главному событию этой недели. Для всех нас и сотен миллионов людей по всему миру. 68-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне отмечаем мы сегодня. Ежегодно 9 мая на Красной площади в Москве проходит большой военный парад. В городах и селах идут масштабные праздничные концерты. Барнаульцы сегодня утром возлагали цветы к мемориалу славы. Днем в центре города состоялся открытый пробег «Кольцо Победы». Новой традицией празднования Дня Победы в этом году стала акция «Бессмертный полк». Тысячи россиян, в том числе и барнаульцы, прошли по улицам города с фотографиями своих родственников-фронтовиков. Сейчас на площади Сахарова уже все готово для начала фестиваля песни «Я люблю тебя жизнь». И вы туда можете попасть, как и на большой салют, который начнется ровно в 10. И все же, что значит праздник День Победы для нас с вами? Мы попытались это выяснить у горожан. 9 мая самый лучший праздник на Земле. Я очень радостно, что сейчас молодежь помнит это. И желательно помнить не только один день в году, но и почаще вспоминать. «Он, конечно, и грустный, но и все равно он светлый, радостный. Слава Богу, что Россия победила. Наша страна огромная, великая, с великим прошлым. И я рада, что я живу в этой стране. Я люблю свою страну». «Для меня праздник очень большой, потому что мой дедушка служил, прадедушка служил. Ну, многие служили. Но мой дедушка был полтполковник, дошел до самого Рейхстага и даже оставил на нем роспись. Я очень горжусь своим дедушкой». «Дорогие ветераны, я вас сердечно поздравляю с этим прекрасным светлым праздником. И желаю прежде всего здоровья». Борис Павлович, вот такие у нас были ответы, когда мы спрашивали на улице, что для наших горожан День Победы. Еще раз, вот что для вас все-таки День Победы, 9 мая? Если не брать в расчет, ваш день рождения. Для меня День Победы – это величие моей Родины. Это гордость за страну, гордость за народ, которому я принадлежу. Ну, вот вы же не служили на фронте, но, тем не менее, вы ребенок войны, можно сказать. Какие-то воспоминания с тех времен у вас сохранились? Да, конечно, воспоминания сохранились. Ну, во-первых, я помню и бомбежки. И я помню, когда мы ехали в эшелоне, эвакуировались из-под Москвы в Челябинск, подъезжая к станции, видели воздушный бой. И я видел, как был сбит наш самолет с красной звездой, и как он падал. Это было больно, тяжело. Я все ждал, когда же летчик выпрыгнет. Но летчик так и не выпрыгнул. Переживали тогда сильно? Конечно, конечно, переживал очень сильно. Но вот если мы говорим о 9 мая, как о Дне Победы? Как вы обычно проводите этот праздник? Участвуете в каких-то мероприятиях таких? День Победы – это встреча с ветеранами. Прежде всего, это встреча с фронтовиками. А у вас есть близкие люди, с которыми вы часто встречаетесь, которые именно служили? Вы знаете, работая в Совете ветеранов, а я уже больше 10 лет в Совете ветеранов краевом, конечно, у меня появились довольно-таки близкие отношения со многими фронтовиками. И в этот день я обязательно их поздравляю. В этот день мы обязательно встречаемся. В этот день даже иногда и чарку выпьем за Победу вместе. А вот какие они, эти люди? Что их отличает от всех остальных, как вам кажется? Вы знаете, этих людей отличает основательность, устойчивость. Вот у нас на кафедре работал Драгиль Владимир Семенович. Он жив и сейчас. Здравствует. Ему 92 года в этом году исполняется. Он во время войны был сапером. И вот когда я на него смотрю, меня всегда поражала в нем вот эта основательность, медлительность. А потом я подумал, все... Не сделать лишнее движение какое-то. Все военные годы он был в действующей армии. Сапер. А вы знаете, что сапер ошибается один раз. И, конечно, благодаря вот этой основательности, устойчивости, он остался живым и здравствует до сих пор. Мы поздравляем и его с Днем Победы, и всех наших ветеранов. А теперь мы перейдем к другой теме. У православных продолжается пасхальная неделя, но подготовка к Радонице или Родительскому дню, еще одному празднику, уже идет в городе полным ходом. На кладбищах сооружают места для торговли цветами, убирают территорию, устанавливают мусорные контейнеры. За процессом наблюдала Татьяна Гладкова. Субботник на Васихинском кладбище почти закончился. Надгробные плиты помыты, мусор с аллеи погибших афганцев вынесен. Каждый год Валентина Булгакова накануне Родительского дня 9 мая организует уборку на могилах военных. Это наша аллея, мы за ней всегда ухаживаем. Мы несколько раз в год здесь проводим субботники, чтобы здесь у нас был всегда порядок. В Родительский день люди наводят порядок на могилах близких. Так принято. Уносят прошлогодние ветки, листья. Правда, сетуют на то, что порой нет возможности донести мусор до специальных контейнеров. Сложно. Сюда я, допустим, этот мусор не буду. Где вот куча там лежит, вот туда я, конечно, ее и принесу. Чтобы очистить кладбище накануне Родительского дня, на всех городских погостах ежедневно проводятся субботники. По словам ответственных лиц, уже вывезено 84 машины мусора. До 13 мая планируется вывезти еще около 70 машин. 14 мая всем посетителям будет бесплатно предоставляться рабочий инвентарь, а также мешки для отходов. В этот же день будет осуществлено дежурство пожарной охраны. Будет три единицы. Это на таких больших крупных кладбищах, как Лосихинское кладбище, как Новомихайловское и Черницкое кладбище. Также будут установлены бригады скорой помощи. Также на этих кладбищах. Доехать до мест захоронения в Родительский день можно будет бесплатно. С 8 утра и до 6 вечера организуют доставку горожан на Черницкое, Лосихинское, Новомихайловское, Ганьбинское и Затонское кладбища. Транспорт должен ходить регулярно. В среднем интервал ожидания составит 10 минут. Но по словам Сергея Гончарова, если возникнет необходимость, количество машин могут и увеличить. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин, Информационный канал «Город». Пасхальная неделя продолжается. Родительский день на следующей неделе уже будет. Скажите мне, пожалуйста, Борис Павлович, вы соблюдаете православные какие-то традиции? Ну, я человек неверующий. Совсем? Совсем. Но я с большим уважением отношусь к верующим людям, с большим уважением отношусь к христианству и считаю, что религия – одно из величайших изобретений человечества, которое позволяет человеку решать очень многие вопросы, которые он на сегодняшний день не может решить другим путем. И вот Радуница, Родительский день – это очень интересный день. В этот день принято посещать места захоронения родственников, знакомых, вспоминать о них. Это день светлой памяти, радости за рождение ушедших из жизни. Ну, помните, как говорится, что не грусти, что их нет, радуйся, что они были. Ну, а вы тоже ездите в этот день, например, на кладбище, посещаете? Вы знаете, в этот день мы, как правило, не ездим. И это связано потому, что очень много народу, и в этой толпе как-то неуютно себя чувствуешь. Но накануне или после этого праздника мы обязательно бываем на кладбище, обязательно приводим в порядок места захоронения, так сказать, ну, и общаемся со своими родственниками. А вы с точки зрения философии все-таки этот праздник, мне кажется, рассказали, какой это праздник, потому что вы все-таки философию очень долгое время преподаете. Я думаю, что с этой точки зрения. Спасибо вам большое. А теперь мы к обзору социальных событий этой недели перейдем. Пять выпускников барнаульских школ могли бы остаться без аттестата, если бы экзамен проводили по-настоящему. В учебных заведениях краевой столицы на этой неделе подвели итоги пробного ЕГЭ по математике. Об этом и не только дали Ольга Калачева. Увы, но царицу наук 19 апреля на пробном ЕГЭ смогли покорить далеко не все. И не потому, что плохо подготовились, просто отнеслись к экзамену, несерьезно, говорят эксперты. Пять человек нарушили основное табу, воспользовались сотовыми телефонами. В этот раз перед организаторами ЕГЭ стояла задача максимально приблизить условия к проведению реального экзамена. Поэтому пять человек были удалены в связи с нарушением. Главное желание этих детей попасть в семью. В Барнауле вновь открылась передвижная выставка «Я ищу маму». По городам и районам нашего края она колесит уже третий год. Только за 2012-й девять воспитанников детских домов обрели родителей. На месте их фото теперь фотографии других детей. Граждане, желающие принять ребенка в свою семью, если он вам понравился, обращайтесь по телефону 69-43-25 Главного управления образованием и молодежной политики Алтайского края. Но в завершении о конференции «Будущее Алтая». В Барнауле ее проводят уже в 17-й раз. Количество секций не меняется, их традиционно пять. А вот качество представленных работ ежегодно улучшается. Старшеклассники ищут ответы на взрослые вопросы. К примеру, почему молодежь покидает села. Ребята помладше исследуют окружающий мир. К примеру, знакомые каждому с детства мыльные пузыри. Ребенок знает это только то, что он выпускает пузыри и все. А я узнала прям подробно о нем. Из чего состоит, как он вообще образуется. Ольга Калачева, информационный канал «Город». Борис Павлович, как Вы считаете, не рановато ли с четвертого класса заниматься детям научной деятельностью? Ну вот не проще ли было просто отдохнуть дома там, я не знаю. Абсолютно не одинаково. Вы понимаете, мне кажется, что мы иногда не догружаем наших детей. Вот одна из известных американских лабораторий, когда исследовала, как складывается интеллект у людей, она отметила, что до одного года человек приобретает примерно 20% своих функционных способностей. С одного года до четырех лет еще 30% функционных способностей. И с четырех, значит, с четырех до восьми, да? С четырех до восьми, до четырех еще 30%, и с четырех до восьми еще 30%. Получается, уже всем обладаешь, да? То есть к восьми годам практически человек, так сказать, обладает всем набором своих умственных способностей, которые он потом может совершенствовать всю жизнь. И когда мы говорим, что погулять, мы тем самым лишаем его возможности. И чем раньше мы будем нагружать наших людей какой-то интеллектуальной деятельностью, тем это будет лучше. Но вы в детстве не занимались, вот, я не знаю, интересовались философией, к примеру, или чем-то другим? Вот почему выбрали философию? Вы знаете, я философией начал интересоваться где-то в пятом классе. Вот, почти в том же возрасте. Нет, почти в этом возрасте. И меня она заинтересовала, потому что я пытался разобраться в отношениях между людьми, я пытался разобраться в устройстве общества, пытался для себя решить очень многие сложные вопросы социальные, которые, кстати, до сих пор я так и до конца не решил, потому что вряд ли их можно решить, так сказать, за всю свою жизнь. Понятно. То есть вы, в принципе, за то, чтобы поощряли ребят, и за то, чтобы они как бы занимались этим, чтобы потом, может быть, даже и поступить будет проще куда-то в ВУЗ им, или заняться научной деятельностью? Вы понимаете, даже если он не будет никуда поступать, это все равно останется с ним на всю жизнь. Поэтому чем раньше, чем больше мы будем нагружать наших людей, наших детей, тем это лучше для них. А своих нагружали? Конечно. Помогло? Конечно. Ну, я думаю, что помогло. Спасибо вам большое. А сейчас настало время обзора событий культуры. Рабочая неделя была короткой, но нам есть о чем вам напомнить. Например, в Туриной горе предлагают уколоться цветом. Слово моей коллеги Елене Кузовкиной. В галерее Турина гора приглашают на массовую вакцинацию. Здесь приготовили укол цветом, преимущественно в красно-желто-оранжевых тонах. Художник Пономарев принес подсолнухи, огненную мандалу декоратор Елена Карлова, абстрактные батики Гнелицкого удачно соединились с африканской мечтательницей Евгении Октябрье. В общем, уколоться цветом совсем не вредно, а очень даже полезно. Концертный марафон «Песни России» на Алтай привезла Надежда Бабкина. По ее инициативе эта патриотическая акция проводится на протяжении 7 лет в самых разных уголках страны. И теперь на очереди наш край. Концерты уже состоялись в Рубцовске и Бийске. В данные минуты ярким выступлением наслаждаются жители краевой столицы. Я надеюсь на Алтайский край, потому что в этом крае, во-первых, есть какая-то особая, какие-то таинства. То ли генетическое что-то, земля какая-то особая, что-то происходит. Совершенно другой вкус репертуара, другая подача, достоинство. И напоследок в Барнауле начали продавать билеты на музейную ночь. Напомним, восьмая по счету у нас состоится 18 мая. В этот день все выставочные площадки и галереи распахнут свои двери с 7 вечера. Некоторые планируют принимать гостей до двух ночи. Приобрести билеты можно в художественном музее, в Гамилика, в музей-город и Туриной горе. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Борис Павлович, я знаю, что вы человек, который искусством и культурой интересуетесь. Буквально, по-моему, вчера вы ходили на балет или пару дней назад. А на музейной ночи бывали? Вообще кажется вам интересным это мероприятие? Вы знаете, я не был ни разу на музейной ночи, но я всегда интересовался информацией о музее ночи. И у меня какое-то двойственное отношение к этому мероприятию. Почему? С одной стороны, это очень здорово, что люди приобщаются к музею, получают разнообразную информацию, первичную, знакомятся с тем богатством, которое есть в наших музеях. А что меня не устраивает? Во-первых, меня не устраивает вот эта калейдоскопичность музейной ночи. Когда человек за несколько часов иногда переходит из одного музея... Много очень музеев. Можно там порядка сорока или скольких музеев посетить. Да, из одного музея в другой. Вот я могу рассказать, как я ознакомился с Эрмитажем. Мне в свое время повезло. Я проходил в Ленинграде повышение квалификации. Ну и, конечно, Эрмитаж — это известный в мире музей, и мне очень хотелось с ним познакомиться. Ну вот, пробежав в один день, я ничего не понял. И только потом я разбил музей на сектора определенные, и день посещал только один из этих отделов. Вот я помню, когда в то время привезли выставку французской живописи из Франции, современной живописи. Как я сделал? Я потратил на несколько дней. Один день я сходил на французскую живопись 15-16 века, посмотрел в Эрмитаже. Затем посмотрел живопись, допустим, 18-19 века. Потом посмотрел живопись 20 века. Это все один день. И только после того, когда я познакомился с искусством Франции, которое хранится в Эрмитаже, я пришел на выставку современного французского искусства. И вы знаете, я совершенно другими глазами смотрел и воспринимал. Мне кажется, что, наверное, большее значение имеет посещение какого-то одного отдела, посещение одного экспоната. Вот наше телевидение очень часто дает такие сюжеты. Берут какой-то один экспонат музейный и о нем рассказывают. Или выставка одна какая-то, которая рассказывает. Вот это было бы здорово. Я не против музейной ночи. У вас другой подход просто к этому. Просто другой подход должен быть. Потом очень много развлекательности вот в этой музейной ночи. Она больше носит характер не познавательный, а развлекательный. Ну, наверное, тоже нужно. А вот так хотят привлечь просто. Потому что, может быть, кто-то не пойдет просто на живопись. Может быть, с этого и начинается, так сказать, знакомство с музеем, вхождение в мир музея. Может быть, в этом есть определенный смысл. Я думаю, в любом случае это хорошая затея. Но то, что у вас есть свой подход, это тоже интересно. Ну, а теперь мы о спорте поговорим. Барнаулец Дмитрий Крылов теперь обладает Кубком России и Восточной Европы по классическому бодибилдингу. На соревнованиях в Краснодаре его победе в абсолютном зачете предшествовал успехов в категории классический бодибилдинг. Много других событий в обзоре Юрия Борлиса. За длинную первую серию праздников барнаульские динамовцы провели два матча. С Иркутским Байкалом расправились 3-1 с помощью хит-трика Андрея Полянского. А с четой наши сыграли 1-1. Закончена борьба за самые высокие места для Алтайбаскета, проигравшего в великану Суперлиги. Югрей с Сургута в одной четвертой финала все три подряд матча плей-офф. Два у них и вот этот дома 81-85. Но 10 мая Алтайбаскет встретится на своем паркете с подмосковной командой «Спарта» в борьбе за итоговые места Суперлиги с пятого по восьмого. 11-е соревнования по художественной гимнастике были посвящены 90-летию образования старейшего всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Прошли с размахом более 650 гимнасток из России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. В групповых упражнениях четырежды на верхнюю ступень пьедестала поднимались коллективы Барнаульской и США номер 6. И вот это известие мы отложили на десерт. Дзюдоистка Вера Давыденко на неделе завоевала Кубок Европы среди спортсменок до 21 года. В Вильнюсе она выиграла все схватки весовой категории свыше 78 килограммов. 17-летняя чемпионка возвращается домой в День Победы. Юрий Борлис, информационный канал «Город». Борис Павлович, скажите мне, пожалуйста, вот я заключила из того, что вы мне рассказывали, на каких мероприятиях вы бываете, что вы человек очень энергичный. Как вы себя поддерживаете в такой прекрасной физической форме? Вы знаете, вот я специально спортом никогда не занимался, даже физкультурой, наверное, никогда не занимался. Но вот эта энергичность, она мне... Я люблю очень ходить. Допустим, я очень люблю утром встать пораньше и пройтись, допустим, по всему Ленинскому проспекту, даже иногда подняться на Обской мост и потом вернуться домой. Иногда у меня на такую прогулку уходит где-то час, час-пятнадцать. И это потом заряд не только на день, это заряд на целую неделю. Замечательно. Ну и заключительный вопрос. Ваши планы на следующую неделю? Кратенько. На следующей неделе, еще очень коротко, вот 12 мая поисковый отряд «Память», который работал в Ногородской области, возвращается. И они в эту экспедицию подняли 25 тел наших солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. При одном оказался медальон. Это Фирсов Трофим Захарович из Панкрушищенского района. И 12 числа, когда мы их будем встречать на вокзале, мы передадим прах этого героя его родственникам или представителям районной администрации, для того, чтобы герой был похоронен у себя на родине. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был Борис Павлович Гусев, председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Всех еще раз с Днем Победы, особенно наших дорогих ветеранов. Напоминаю, что вы можете еще успеть на салют, а мы встретимся в следующую субботу и подведем итоги очередной уже полноценной рабочей недели. А пока хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин